Ну а далее наш эфир продолжит программа «Мнение». Спикер Госдумы Сергей Нарышкин готов рассказать о впечатлениях от своей поездки в Страсбург, а также от общения с коллегами в ПАСЕ. Напомню, в парламентской ассамблее Совета Европы в самом, казалось бы, подходящем месте для дискуссий Россию лишили права голоса еще на 4 месяца. Так что же бояться услышать в Европе? И вот на этом вопросе я передаю слово моей коллеге Евелине Закамской. Евелина, добрый вечер. Добрый вечер, Антон. Антон, вероятно, правду, но у российской делегации в ПАСЕ был свой план действий, который позволил подготовиться и к такому негативному развитию событий. Обо всем поподробнее в ближайшие полчаса. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо за то, что пришли сегодня в нашу студию. Сергей Евгеньевич, итак, как вы оцениваете результаты поездки в Страсбург и результаты своего общения с ПАСЕ, с парламентской ассамблеей Совета Европы, с парламентской, с дискуссионной площадкой, казалось бы, где люди готовы к острым вопросам и к острым ответам? Ну, ощущение, конечно, странное. Но, во-первых, есть такое удовольствие получено от острой политической борьбы. Это всегда придает силы, это заряжает дополнительной энергией. Но не это главное. Главное, что, как мы считаем, мы выполнили ранее задуманный план действий. У нас было два варианта действий, два плана действий, в зависимости от ситуации, от того, как будут разворачиваться события. Я о них объявил за несколько дней, почти за неделю до начала работы парламентской ассамблеи. Первое. Мы, российская делегация, наравне со всеми остальными получает все права. И самое главное, право голосовать и право участвовать в руководящих органах парламентской ассамблеи. Мы просто без этого не представляем, а как возможно на парламентской площадке работать, не имея права голоса. Но это просто недопустимо, это абсурдно, это идет вразрез и со всеми парламентскими традициями, с демократическими традициями. Ведь право голоса дается депутату избирателями, когда он становится, когда он получает мандат. То есть это право исходит от парламентского, от депутатского мандата, и никто другой, кроме избирателя, не может лишить этого права. То есть абсурд очевидный, абсурд еще и в том, что вот эта ситуация, она не соответствует уставу Совета Европы, где прямо сказано, что Совет Европы это сообщество равных по своим правам членов государства. Вот это первый план действий. Мы бы продолжали, естественно, свою работу на этой площадке, если бы события разворачивались именно так, и был второй вариант нашей действий, план Б, так его назовем, мы прекращаем, приостанавливаем свою работу на площадке, парламентской ассамблеи, в случае, если российская делегация будет решена право голоса. Мы реализовали план Б. Видимо, наши противники реализовали план А, потому что с самого начала были настроены на то, чтобы российскую делегацию этого голоса лишить. Как это было, Сергей Евгеньевич? Мы знаем, что после того, как Великобритания протестовала полномочия российской делегации, было дано 24 часа на рассмотрение всех, на рассмотрение этого предложения, на внесение поправок. Мы знаем, что комиссия по мониторингу, обсуждая устные поправки, сначала все-таки с перевесом в нашу пользу, приняла решение о том, чтобы Россию не лишали права голоса. Там ограничения были внесены, но они не касались, собственно, нашего права присутствовать и участвовать в дискуссиях. Потом в письменных поправках перевес был склонен в сторону наших противников, в наших оппонентах. Кто там, вот что за подводные течения там происходили, расскажите ту сторону. Елена, ну чуть-чуть иначе, если коротко, то события развивались так, в соответствии с процедурой. Сначала комитет по мониторингу готовит проект резолюции соответствующий, и потом этот проект резолюции, письменный, естественный вариант, он обсуждается и голосуется на пленарном заседании. Так вот, на заседании комитета по мониторингу, подготовленный докладчиком проект резолюции, голосовался шесть раз. И все шесть раз перевес был, конечно, в пользу здравого смысла, в пользу того, чтобы, естественно, российская делегация работала наравне со всеми. Почему шесть раз? Это тоже особая история, так сказать, это какое-то, знаете, жульничество и наперстничество, которое, я бы так назвал, которое происходит, которое позволительно происходит на этой площадке, когда переголосовываются. Это удивительно. Кто-то же должен поднять руку и сказать, давайте переголосуем, кто это был. Елена, для меня это крайне удивительно, и я вот сравниваю работы российского парламента с тем, что происходит там, ну, с точки зрения соблюдения процедуры, регламента, да и права. Тоже это, это тоже почти что абсурд. Поэтому вот после того, как все-таки резолюция и уже в шестой раз была проголосована, на следующий день она была вынесена на обсуждение парламентской ассамблеи, где уже вносились, так сказать, поправки. Ну, и тогда перевес... Перевес в один голос? Нет, не в один голос, там был существенный перевес, но за эти сутки была оппонентами, проведена, так сказать, определенная работа, большая работа, было оказано серьезнейшее давление со стороны Евросоюза по линии Министерства иностранных дел государств, а в составе парламентской ассамблеи Совета Европы, по-моему, 27 или 29 делегаций, которые представляют страны, входящие в состав Европейского Союза. А там, видимо, далеко от демократии, так сказать, там какая-то строгая... Вы в этом убедились, да? Мы убедились, так сказать, у нас была информация о том, что вот пошли звонки и сообщения буквально от министров иностранных дел стран Европейского Союза, как голосовать. Знаете, я бы условно весь состав парламентской ассамблеи разбил бы на три, повторяю, условные, примерные группы. Первая группа – одна треть. Это вот такие, ну, уже неисправимые, агрессивные, так сказать, злобные, русофобы, и их не вылечить ничем уже. Знаете, я бы даже так сравнил. Ну, в России все знают, что такое художественный образ палата с известным номером. Шестым, да? Да. Да. Так вот, все или почти все подается в сравнении. Так вот, пациенты вот этой палаты, они практически здоровые люди. Да. Вот треть. Первая. А они по географии как-то, мы их знаем, да? То есть это вполне представители определенных стран, да? Да, да, да. Вторая треть, тоже треть. Здравомыслящие, все понимающие, вот, но вынужденные голосовать вопреки, так сказать, здравому смыслу, вопреки своему пониманию права, справедливости, нравственности, морали, но на которых оказывается давление, и они, так сказать, не могут устоять против этого давления в силу разных причин. Потому что им позвонили министры. Потому что им позвонили министры или кто-то другой, потому что они понимают, если они, так сказать, ослушаются, они могут рано или поздно потерять свою работу, не смогут кормить свои семьи и так далее. Поэтому они или голосуют вопреки своему мнению, да, или же не голосуют, просто уходят. Уходят во время голосования по этому вопросу, выходят из зала, ну, нет и нет. Или же там уезжают домой под различными предлогами. Вот, например, делегация, парламентская делегация из Словакии уехала пораньше, там, итальянцы уехали, еще кто-то. Вот, поэтому вот такая работа была проведена, ну, и голосование в итоге было таким, каким есть. Да, ну, и третья часть, тоже условно одна треть, это все-таки твердые такие, здравомыслящие и честные люди, и честные парламентарии, депутаты, которые все понимают и голосуют по справедливости и не боятся голосовать по справедливости. Ну, например, в полном объеме наши друзья и, значит, коллеги из парламентской делегации Азербайджана, конечно, проголосовали так, как они считают нужным, ну, в пользу справедливости, здравого смысла и в пользу демократии. Это как пример. А что, вам удалось поговорить, пообщаться вживую, лицом к лицу с последней, третью парламентариев, да, то есть с теми, кто голосовал честно. А они, вы говорите, что они все понимают, а что они понимают, что они говорят? Ну, они понимают, первое, что вне зависимости, так сказать, от того предлога, который используют для того, чтобы лишить нас права голоса, они понимают, что в принципе лишение депутата или парламентской делегации права голоса – это нонсенс. Они понимают, так же, как и мы, и мы об этом многократно говорили, так сказать, и вот в течение трех дней, находясь в Страсбурге, и раньше говорили, встречаясь с членами президентского комитета парламентской ассамблеи, что это нонсенс, что парламентский диалог должен быть непрерывным, и он должен идти на базе, на основе равенства всех, всех депутатов и всех парламентских. Так что, первое, они защищают эту принципиальную позицию, ну и, конечно, поскольку, так сказать, предлог для этого всего – это Крым, это нынешняя трагическая ситуация на юго-востоке Украины, и они абсолютно правильно и справедливо оценивают ситуацию по этим вопросам. Вообще, кто-нибудь вспоминал из парламентариев в Совете Европы, что, собственно, Россию в апреле прошлого года наказывали за присоединение Крыма, а сейчас, например, Евросоюз уже вводит санкции, которые направлены непосредственно против Крыма и против жителей полуострова, которых мы якобы насильно присоединили, оккупировали, и они призваны их защищать. Вообще, они помнят, с чего все начиналось? Ну, они, конечно, помнят, но, так сказать, логики в их рассуждениях, ну, с нашей точки зрения, мало. Во-вторых, так сказать, всюду присутствуют вот так называемые двойные стандарты, да? Ну, объясняю, опять звучит вот этот тезис совершенно лишенный какого-то правового содержания о аннексии Крыма. Я говорю, уважаемые коллеги, ну, если вы вот придерживаетесь такой логики, так она должна быть во всех, так сказать, исторических событиях одинаковая. А не то, чтобы вот здесь вот черное, а здесь белое, здесь добро, а здесь зло. Я говорю, если такой логике придерживаться, то вы должны абсолютно честно заявить, что и Германская Демократическая Республика была аннексирована Федеративной Республикой Германии. А я напомню, так сказать, основанием вот для тех событий, по нашему мнению, справедливых, было правое основание решения, ну, квази-парламента ГДР, по-моему, назывался Национальное Собрание или Народное Собрание Германской Демократической Республики. И референдума такого открытого, честного и с убедительными результатами, как это было в Крыму, нет, конечно, в ту пору не было. Но, тем не менее, мы поддержали Германию в том решении. Мы поддержали, причем честно поддержали. Поэтому я говорю, мы как раз вот против такой логики. Мы считаем, что и справедливо, и законно, с точки зрения норм международного права, было вот то историческое событие, воссоединение двух Германий, равно как справедливо и законно, с точки зрения норм права и воссоединения Крыма с Россией. Но, тем не менее, вы дали распоряжение уже нашим депутатам разобраться с этим вопросом и изучить правомерность этого вопроса о присоединении ГДР к ФРГ. Во всяком случае, такие комментарии появились в прессе. Ну, это не так. Один из депутатов предложил с этим вопросом разобраться. Ну, а я его отослал в Комитет по международному союзию. Я еще раз хочу сказать, что... Что мы не против. Мы сейчас не отматываем события назад. Нет, не отматываем. Мы считаем, что это было, во-первых, справедливо, а, во-вторых, правомочно. Потому что после и во время пребывания российской делегации в ПАСЕ и после уже появлялось много интереснейших сообщений, интереснейших комментариев, особенно в украинских средствах массовой информации. Так, например, там писали о том, что российская делегация якобы предложила обменять снятие санкций с нашей делегации в ПАСЕ на освобождение Савченко, летчицы Савченко. Или после того, как уже вышла резолюция ПАСЕ о том, что нас лишают права голоса, якобы ПАСЕ дал России 24 часа на освобождение вот этой упомянутой летчицы. Ну, знаете, Эверина, я уже там на месте, в Страсбурге, прокомментировал вот этот вброс такой провокационный, по-моему. Я так понимаю, что он был сделан нашими украинскими коллегами, на что я сказал, что нет в любом цивилизованном правом государстве вот какой-то такой размен просто недопустим. Что-то может прийти в голову только украинским коллегам, видимо. Если судебная власть независимая, да, и решение в отношении гражданки Савченко будет принято по завершению предварительного следствия и по завершению всех судебных процедур, если она будет признана невиновным, в ее действиях не будут найдены убедительные признаки, доказывающие, что она является соучастницей вот того тяжкого, я бы даже сказал, грязного преступления, как убийства российских журналистов, она сразу будет выпущена на свободу, о чем в декабре месяце на итоговой пресс-конференции сообщил Владимир Владимирович Путин. Поэтому торговаться здесь на что-то нет. Очевидно, что в Украине, может быть, это допустимо, потому что многое, что происходит во власти украинской, часто выходит за пределы права, там может быть уместен, у нас нет. Ну а тем более, вообще мне настолько неприятно, что на площадке парламентской ассамблеи Совета Европы, причем эта организация как бы считает себя совестью Европы, что вот возможно обращение в адрес там национального парламента, страны с таким предложением. Ну все же все знают, все знают, что гражданка Надежда Савченко находится, отношения ее проводятся в следствии и понимают, в какого рода преступления она подозревается. И вот спекулировать этим, я даже сравнивал с событиями четырехнедельной давности в Париже, когда были убиты французские журналисты, но разве кто-нибудь может представить, что какая-либо политическая партия Франции выдвинула бы подозреваемого в совершении убийства журналистов в качестве кандидата для избрания национального. Вы им это сказали? Ну я несколько раз это говорю. Я, разве кто-нибудь может представить, что, положим, национальное собрание Франции выдвинет подозреваемого в совершении тяжкого поступления в делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы? Нет, не так. Парламент Германии выдвинет подозреваемого во Франции, да? Потому что парламент другой страны должен быть, здесь Верховная Рада Украины. Здесь Верховная Рада Украины выдвинула. В соседние государства. Да нет, никто такого представить даже не может. Но оказывается, вот одна страна, один парламент вот такое допускает. И если парламентская ассамблея Совета Европы вот такую позицию, так сказать, защищает или, по крайней мере, допускает, то парламентская ассамблея сама себя дискредитирует. А как вы нашли украинскую делегацию? Потому что это другие люди, она изменилась за последний год. Это не те люди, которые работали раньше, видимо. Да, это новый состав парламентской делегации украинской, новые люди. Ну, у меня странные впечатления. Ну, вы знаете о той провокации, которая была допущена депутатами Верховной Рады Украины в отношении наших коллег Геннадия Андреевича Зюканова, Ивана Ивановича Мельникова. Такая хулиганская, так сказать, акция, да, на... Ну, просто вот на территории парламентской ассамблеи Совета Европы. Совести Европы, да. Причем, как только наши коллеги дали отпор, вот два гражданина украинских, так сказать, побросали все свои, значит, сумки там с чем-то... Арсенал. Арсенал, да, спасибо за подсказку. И так быстро убегали, что только пятки мелькали. Вы знаете, это вообще такая... Показательная, да? Показательная. И вообще это характерная особенность определенной категории людей, даже если взять историю. Ну и потом вот высказывания наших украинских коллег из числа членов украинской парламентской делегации. Может быть, тоже вы имели возможность посмотреть интернет. Ну, это непередаваемо на словах, так сказать, на мой взгляд, так сказать, приличные люди не только в интернете, но и шепотами между собой не имеют права так разговаривать, если они хотят считать себя приличными. Во всяком случае, в приличные дома таких не пускают. В европейские так точно, да? Да, да, да. Я очень сожалею и я могу себе предположить, что это будет большая проблема для парламентской ассамблеи Совета Европы. Но, во всяком случае, я парламентскую ассамблею, так, в шутку хотел бы поздравить с таким достойным кадровым пополнением. У меня последний вопрос тогда, Сергей Евгеньевич. Что дальше? Каковы планы России? Насколько серьезно будет обсуждаться возможность, целесообразность дальнейшего участия России в Совете Европы, в принципе? Потому что такие мнения тоже прозвучали. Ну, я об этом заявил за несколько дней до визита в Страсбург. Что, в первое случае, если решение парламентской ассамблеи нас разочарует, оно нас разочаровало, то мы на год приостанавливаем все отношения и полностью нашу работу в парламентской ассамблее, в отличие от того, что мы делали последние 9 месяцев, когда были лишены этих прав. Мы же все-таки с тем, чтобы показать наше расположение, показать, что мы все-таки ценим эту дискуссионную площадку, открытую площадку, и что мы хотим продолжать диалог. Мы частично работали. Двое наших коллег представляли доклады. Мы согласились на продолжение мониторинговых процедур. Я трижды встречался с членами президентского комитета парламентской ассамблеи Совета Европы в разных местах. Продолжали вот такую дискуссию, открытый диалог. Я думаю, что он, кстати, тоже был небесполезен. Вот. Но отныне, в течение 2015 года, мы полностью замораживаем свою работу. Ну и по истечении года проанализируем ситуацию. И, как я уже сказал, не исключаю, что для нас встанет вопрос и о членстве Совета Европы. Как вы думаете, этот год пойдет, для чего он может быть использован? Если нас не будут этот год слышать, то есть вероятность того, что через год вообще диалог будет бесполезен? Ну, надо будет все заново обновлять. В парламентской ассамблеи Совета Европы, да. Ведь мы искренне говорили, что мы ценили диалог, ценили возможность работать в парламентской ассамблеи Совета Европы, которая является одной из самых широких и открытых общеевропейских дискуссионных площадок. Но эти ситуации меняются. Условия работы меняются. Условия ведения диалога меняются в худшую сторону. И поэтому нам парламентская ассамблея перестает быть интересной. Мяч сейчас на той стороне. Мяч на той стороне. Но кто-то говорит, что вот мы самоизолируемся. Но у нас есть много других, более эффективных возможностей вести и диалог с нашими европейскими партнерами в различных форматах. И прежде всего в парламентской ассамблее организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Там диалог идет. Он тоже идет не просто с учетом общего кризиса доверия в Европе. Но нас слышат. Мы выдвигаем инициативы. Я выступал на двух последних пленарных заседаниях, сессиях парламентской ассамблеи ОБСЕ. Воспринято было наше предложение, наша инициатива о создании рабочей группы по связи с Украиной. И группа была сформирована. Но, к сожалению, пока деятельность этой рабочей группы блокируется, прежде всего, делегациями трех государств. США, Польшей и Украиной. Но все-таки самый последний вопрос тогда задам. Потому что, как мне кажется, плодотворный диалог с ОБСЕ происходит в том числе и потому, что миссия ОБСЕ работает на Украине, на юго-востоке Украины. И видит то, что реально происходит там. Поэтому имеет объективную картину сейчас. В миссии ПАСЕ буквально сегодня прозвучали предложения посетить российских беженцев. Как вы думаете, может сейчас в условиях остановки этого диалога осуществиться такое? Это невозможно. Потому что мы на год, повторяю, приостановили свою работу. Я не исключаю, что отдельные депутаты, которые входят в состав парламентской ассамблеи в Совете Европы, могут участвовать в каких-то миссиях, но не как представители парламентской ассамблеи Совета Европы. А как депутаты в своих национальных парламентах или в других качествах, но, повторяю, не как члены парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот важно здесь определиться с понятиями и с терминами. Большое спасибо, Сергей Евгений. Желаем успехов. Спасибо. Сергей Нарышкин был гостем программы «Мнение». Спасибо за внимание и до свидания.